Приветствую вас. Я боюсь, что мой ответ вам не понравится, потому что в нём будет нечто такое, что, вероятно, вызовет у вас желание как-то противостоять, как-то противиться, сопротивляться. Но, тем не менее, я вам должен это всё рассказать, потому что ситуация мне видится именно такой, как специалистов. Во-первых, хочу сказать, что с учётом того состояния, в котором вы находитесь, вы выбрали крайне неэффективный метод лечения своей проблемы. В том смысле, что обратились всегда на сайт за мнением разных специалистов, которые по-разному смотрят на одну точку проблемы, у которых разные точки зрения. Тем самым мы невольно подвергаем вас риску ещё большую кашу в голове приобрести, чем это у вас есть сейчас. Поэтому я настоятельно рекомендую вам выбрать себе одного эксперта, хотя бы здесь на ресурсе, если у вас нет возможности очень-очень работать. И всё-таки провести консультацию так, чтобы не распыляться на какие-то разные мнения, пусть и правильные, пусть и профессиональные, но всё-таки разные. Вот. Это первое. Второе. То, что вы чувствуете к мужчине сейчас, я не исключаю, что это любовь. Я не исключаю. Но я хочу, чтобы вы поняли, что если вы испытываете любовь, если это любовь, то это не полная любовь, не стопроцентная любовь. Я бы сказал, что любви, то есть как бы энергии, чувства, направленного на самого человека, очень мало. Вы, если прислушаетесь к себе как следует, вы, я уверен, со мной согласитесь. Большая часть вашего чувства, то, что вам плохо, то, что вам тяжело, то, что вам больно, большая часть этого чувства составляет ваша потребность в чём-либо. Как мне кажется, потребность в любви. Ну, желание любить и быть любимой. Хотя, конечно, я могу ошибаться. Смотрите, я сейчас пройдусь по вашему тексту. Итак, вы пишите, мы поссорились из-за ерунды, из горяча я решил расстаться и ничего не хотел ослушать. Что-то заключается в том, что из-за ерунды вы поссориться не могли, ну, никак. То есть невозможно поссориться из-за ерунды. Если вы из-за чего-то поссорились, значит, ну, наверное, на то были какие-то, значит, ну, серьёзные причины. Вот. Я так думаю. И, соответственно, вы, получается, склонны обесценивать. То есть вы склонны обесценивать то, что с вами происходит. То есть вы склонны обесценивать свои чувства. К сожалению. К сожалению. То есть вы склонны недооценивать то, что с вами происходит. Так, ещё раз повторю, ещё раз повторю. Это то, что вы чувствуете, то, из-за чего вы поссорились, это не ерунда. Это достаточно серьёзно и важно. Далее. Вы пишите, что, значит, с горяча я решил расстаться. Ну, опять же, если вы решили расстаться с горяча, именно с горяча, то, видимо, на это были какие-то причины. У вас какие-то причины были. То есть у вас были причины расстаться со своим мужчиной с горяча. То есть вы бы не расстались с ним просто так. Опять-таки. Если бы, если бы, к тому не было каких-то предпосылок. Но, предпосылки, совершенно очевидно, какие-то были и вы о них не пишите. Дальше. Вы пишите, прошёл месяц, я разобралась в себе и поняла, что не могу без него. Здесь очень бы хотелось, конечно, как-то вот, знаете, немножечко идентифицировать этот момент. Да? То есть что именно вы подразумеваете под вот этой вот историей, что я в себе разобралась. Я в себе разобралась и поняла, что без него не могу. То есть что вы имеете, собственно говоря, в виду. Да? Что вы имеете в виду, говоря о том, что вы без него не можете. Вот. И как происходил вот этот процесс, да, процесс понимания того, что вы, ну, собственно, без человека, да, не можете. Вот. Вот. Как, значит, этот процесс происходил. Далее. Вы пишите, что поняли, что без него не можете. Что это значит? Опять. То есть по какой причине вы именно вот так вот просто понимаете, что не можете без человека. То есть это, это вот означает, что вашу какую-то потребность в нём. Правильно? То, что вы без него не можете, это ведь ваше собственное состояние. То, что вы без него не можете, это ваше собственное, ведь, чувство. Но вы, эээ, вот это чувство, что вы не можете без человека, путаете с любовью. То есть я не могу без него, это совсем не означает, что я его люблю. Вы понимаете, какая история. Когда вы говорите, что я без него не могу, это говорит о том, что вы действительно без него не можете. Но это говорит о том, что вам, вам, именно вам, эээ, без него плохо, по какой-то причине. Вам плохо без него. Любовь, это совсем про другое. Дальше. Вы, эээ, пишите, что, решила вернуться, но он отказался принимать меня обратно, так как разлюбил. Вы меня извините, но здесь, эээ, чувствуется, эээ, какая-то, знаете, жертвенность, какая-то детская такая, отверженность. Да, то есть вот меня отвергли, прямо, эээ, то есть он отказался меня принимать. То есть это очень, эээ, по детски звучит, к сожалению. И, опять же, опять же, да, опять же, эээ, необходимо понимать, что, что очень важно, как вы восприняли, эээ, ну, эээ, его обказ. Если вы любите, к примеру, человека, да, то, как правило, вы принимаете его. А если вы принимаете его, то вы принимаете и его, в том числе, отказ. Дальше. В течение этого месяца я заметила, что он стал общаться с другими девочками и девочками, что побудило меня писать или снять отношения и оскорблять. Здесь у меня к вам вопрос такого плана. Вы сказали, вы сказали, что расстались с человеком. Вы расстались с человеком. То есть отношения завершились. По какой причине тогда вы, эээ, заметив, что он стал общаться с другими девушками и при этом не будучи с ним в отношениях, вы изняли с ним отношения и тем более его оскорбляли. Вот, и что побуждало вас, так поступало. Дальше. А, как бы, вы не ставили его в известность. Молодого человека о том, что вот, вот я сейчас ухожу, но я вернусь к примеру. Вот. Вы не ставили его в известность. Он понял так, что вы ушли, и ушли вы на совсем. Ну, правильно же. Так ведь вы себя вели. Скорее всего, так. То есть тут вот ваше поведение нуждается в исследовании. Далее. Встречались полгода отношения, начинались очень хорошо. Очень тепло, он был безумно влюблен, наконец нашел то, что искал два года. И здесь я бы хотел сказать, наверное, самое главное. Ваши отношения изначально, изначально, ну, скорее всего, скорее всего, были нездоровыми. Потому что он искал то, что, ну, он искал что-то, что ему было нужно. Соответственно, вы искали тоже, у вас четвертые отношения, тоже искали. Он нашел то, что искал, но нашел то, что искал он, знаете, какая штука, для себя. Нашел он то, что искал для себя, к сожалению. Не для вас. Как это не печально звучит. То есть, когда человек с вами начал встречаться, он действительно нашел то, что искал. И это как бы вот, ну, это история, да? История о том, что он нашел, наконец, то, что искал. Позволяет мне сделать такое предположение, что до тех пор, до тех пор, пока вы ему давали, то, что нужно, вот. Он с вами был, пока вы ему давали то, что нужно. А когда вы ушли, когда вы ушли, ну, человек понял, что он, условно говоря, потерял то, что вы ему давали, вот. И, соответственно, можно уже, как бы, искать что-то заново. То есть, понимаете, тот факт, что он нашел сейчас другую девушку, как вы говорите, он разлюбил, да? Ну, вот, именно, то, что он разлюбил, говорит о том, говорит о том, что он вас от счастья, да, использовал. Сам того не осознавая, и принимая вот это чувство, что он, наконец-то, нашел то, что искал, за любовь. Хотя, на самом деле, любовью это, ну, вот, в чётом того, что он за месяц вас разлюбил, да, ну, как бы, любовью это назвать можно с большой натяжкой. Вот. К сожалению. К сожалению. Дальше. Значит. Вы пишите, что до меня у него не было отношений два года. За эти два года он пытался начать отношения с девушками, но не возникало душевной близости. Понимаете, какая штука? Вот. Вот. Сама его модель поведения, да, пытался начать отношения с девушками. Вызывает подозрения. То есть, кто, значит, пытался начать отношения с девушками. Вот. То есть, отношения, да, в общем-то, как таковые, да, не начинают. Отношения, они просто происходят и всё, они развивают, и нельзя начинать отношения, значит, ну, нельзя начинать отношения. Отношения у тебя начинаются с любым человеком, когда происходит взаимодействие. Вот. Понимаете? А если человек пытается начать отношения, ну, по-видимому, ему это для чего-то нужно. Вот. Вопрос. Для чего? Дальше. Так. Значит. Потом пишите вы. У меня начался переходный период жизни, к которому я не могла адаптироваться, и у меня изменились приоритеты. Ну, тут, опять же, хотелось бы, конечно, несколько поподробнее узнать, о чем идет речь, о каких приоритетах вы говорите, к примеру. Что вы подразумеваете под приоритетами? Значит, последние два-три месяца наших к ним отношений, у меня не было времени на него, мы встречались только, когда мне была нужна помощь в делах. По сути дела, вы его использовали. И вы говорите о том, что причиной этого стали, значит, ваши изменения, которые произошли в жизни вашей. Вот. Забегая чуть-чуть вперед, я хотел бы сказать, забегая чуть-чуть вперед, я бы хотел сказать, что вы не то чтобы поняли, что любите человека. Вы просто ощутили нехватку, вы просто ощутили нехватку его. Вам стало, по сути, его не хватать. Так это выглядит, по крайней мере. Идем дальше. Так, значит, Орк хотел проводить со мной все свое свободное время, всегда быть вместе, что тоже является признаком нездоровых отношений, что тоже является признаком его потребности в вас. Так, на его обиды я смеялась и ощутчивалась. То есть, вы обесценивали человека, когда он к вам тянулся. Вы знаете, есть в психологии такая игра. Психологически она называется «Ты догоняешь, я отдаляюсь, я отдаляюсь, ты догоняешь». Это детская игра, в которой дети, как бы, сперва один ребенок догоняет другого, а потом другой догоняет первого. Так дети, в принципе, учатся естественным путем, учатся личным границам. Вот у вас в личных границах, судя по всему, есть некоторые проблемы, на мой взгляд, потому что, ну, в противном случае, я думаю, что в этом смысле не было бы никаких у вас трудностей. То есть, да, то есть, вы, ну, если бы было все в порядке, то вы бы не вели бы себя так. Ну, я опять же не обвиняю сейчас вас, я не хочу вас обвинять. Я просто рассказываю вам, как обстоят дела. Дальше. Тогда я принимала его как должное, пренебрегала им и не понимала, как он мне на самом деле нужен. Вот. Здесь вы прямым текстом говорите, что он мне нужен. Нужен для вас является, ну, вот, слово «нужен» является для вас, по сути, аналогией любовь. Но нужность и любовь – это разные вещи. Если ты человека любишь, это не значит, что он тебе нужен. Ты его любишь, это значит, что ты готов ему что-то отдавать. Это не нужность. Опять же, забегая чуть вперед, хочется сказать, что вы согласились на компромисс, да, согласились на то, что, ну, меняться и т.д. и т.д. и т.п. только после того, как осознали, что он вам нужен. Без нужности, т.е. без такой вот мотивации, вы бы на компромисс, скорее всего, бы не пошли. Через месяц, после расставания, т.е. примерно 2-3 недели назад, я сообщила ему о том, что люблю его. Это было до или после оскорблений? До или после выяснения отношений? Ну, судя по хронологии, после. Т.е. вы сперва его оскорбляли, вы сперва выясняли с ним отношения, а потом внезапно, как я понял, признали в любви. Ну, после оскорблений сложно, сложно, я полагаю, сложно, значит, воспринимать вас, как бы, ну, адекватно, да, в том смысле, ну, в том смысле, что вы сперва оскорбляли, потом вдруг признаетесь в любви. То есть это как минимум нестабильное поведение, да, как минимум это резкий перепад настроения, и это означает, что человек вам доверять, ну, как бы не может. Дальше, что люблю его, хочу быть с ним, готовы идти на компромиссы, проводить много свободного времени, уделять ему внимание, прислушиваться к нему. Здесь, Яна, хочется задать вам такой вопрос. А что, адаптационный период, точнее, переходный период, и ваша адаптация к нему уже завершилась? То есть вы сказали, что всё это началось из-за того, что у вас происходил период, ну, переходный период жизни, у вас появились новые возможности. Как тут-то обстоят дела. Далее, он уже был холоден ко мне и не пробиваем, и, следовательно, он мне отказал. Как вы это восприняли? Две недели назад у него ещё не было девушки, точно, точно, в скобочках. То есть вы за ним для чего-то следите, вы за ним, вы его почему-то преследуете. У меня к вам опять две вопросы. Для чего и зачем? За последние пять дней она у него появилась, и их отношения развиваются стремительно. Не буду утверждать, откуда я это знаю. А почему? То есть, по сути, вы за человеком следите, по сути, вы нарушаете личные границы того, кого любите. Ну, это уже является психологической проблемой, что вы человека преследуете. По сути, вы находитесь сейчас в треугольнике Карпмана, преследуя своего мужчину. Дальше. Девушка ещё совсем зелёная, странная, неухоженная, похожая на проблемного подростка. Да, как бы обесценивание партнёра, обесценивание выбора своего партнёра. Значит, здесь откроется ещё один нюанс. Здесь откроется ещё один нюанс. Дело в том, что если мы любим человека, к примеру, мы своего молодого человека, то мы его, во-первых, принимаем таким, как он есть, во-вторых, уважаем его выбор и, в-третьих, меня обесцениваем. У вас этого ничего нет. И у меня опять же возникает вопрос. Так что за чувство вы испытываете к мужчине? Да, что за чувство вы испытываете к мужчине, если вы склонны обесценивать его выбор и так отзываться о его девочке? Что мотивирует вас так отзываться о его девочке? Да, может быть, она неопытная, да, может быть, у неё своеобразная внешность, но это выбор вашего мужчины, которого вы, по идее, любите. По какой же причине вы не можете этот выбор принять? Не говорю, что вы должны его принимать. Я спрашиваю у вас о другом. Что вы чувствуете? Какие эмоции возникают? Какие мысли возникают? Что происходит в вас? Дальше. Я знаю его предпочтение относительно внешнего и внутреннего содержания и что ему такие не нравятся. Но опять же, здесь у вас как бы уже родительская позиция. То есть вы вступаете здесь с родителем по отношению к мужчине, опять же обесценивая его выбор и как бы навязывая ему определенный выбор, то есть себя. Делайте это с целью защитной реакции, потому что вы боитесь, что, как вы дальше пишете, опять же забегаете вперед, что вы с ним никогда не увидите. В общем, я не очень понимаю, зачем он с ней, и вы не должны понимать, зачем он с ней. Яна, это его жизнь, это его выбор. Как бы там ни было, но ваши отношения, я надеюсь, это стало более понятно из моего ответа, изначально строились на взаимной потребности друг к друге, но не любви. Любовь там если и была, то ее было очень немного. Дальше, последние две недели после его отказа я потерял от себя, у меня апатия, редко сменное настроение, начали серьезные проблемы с железой, сердцем, кровообращением, головные боли, приступы токноты и удушья. Ну, я полагаю, здесь вам нужно обратиться к удачу, чтобы купировать физические симптомы, очевидно, что это психосоматика, очевидно, что так вы переживаете от глаз, ну, вот что за ним стоит, страх остаться одной, страх одиночества, может быть, что-то еще, может быть, фрустрация от невозможности удовлетворить какую-то свою потребность, например, потребность в той же любви, это уже нужно выяснять и, соответственно, работать с этим. В эмоциональном плане боль от чего, беспокойство по поводу чего, безнадежность в смысле, вот в смысле безнадежность. То есть у вас на момент нахождения в отношениях с молодым человеком появились новые возможности, о которых мы говорили. Новые возможности эти чисто ваши. Касаются новые возможности чисто только вас. А, ну, никого больше. И сейчас вы говорите о безнадежности. То есть, на мой взгляд, это как минимум странно. Ну, потому что. А вы-то где, получается? А вы-то где, вы-то, как бы, ну, вот вы говорите потеряли себя, значит, и не имели себя? А, вы сказали вопрос, а ради чего вы делали всё, что делали? Как бы. Хороший вопрос? Хороший. Ну, я надеюсь, что хороший. Вот. Это нужно вы. Дальше идём. Так. Невозможность получать удовольствие от жизни, потому что, скорее всего, вы не получали никогда удовольствие от жизни. Понименная самооценка. Это потому что вы восприняли его отказ на свой счёт. Бессилие. Ну, чувство бессилия, это опять же, скажем так. Ну, это вроде навязчивых мыслей здесь у вас. То есть, вы испытываете бессилие от того, что не можете вернуть то, что хотите, а кроме этого вас больше ничего не устраивает. А важности этого для себя вы не осознаёте, и ответственность за себя, точнее, ответственность за ту важность, которая вам видится в этом решении, вы не берёте. Несмотря на то, что ситуация выглядит со стороны странно, нет, она выглядит не странно, комично, нет, и искусственно, нет. Я, я, я окажусь в этой ситуации повешенность. Нет, это не кажется в этой ситуации повешенность, но вы себя за себя обосцениваете, опять же. Нет. Перед признанием ему в любви я действительно поняла, что люблю его, что для меня это по-настоящему, что он для меня весь мир. А вот это очень плохо, человек не должен быть для вас, для вас, всем миром. Вы для себя весь мир, он нет. В этом и проблема. Выберите, я хочу проводить с ним всё время. Это тоже, эээ, в вашем случае, это тоже проявление, скорее, нездоровых, отношения, чем здоровых. И ещё раз повторю, эээ, это игра, ты отдаляешься, я приблизился, сможете про эту игру почитать в интернете. Подробнее написано там. Заботиться о нём, ээ, делиться с жизнью. Ну, вы знаете, эээ, опять же, заботиться о нём, это что-то из серии, я знаю его вкусы, такие ему не нравятся, да, то есть родительская позиция угадывается здесь. Опять же, почему родительская? Потому это безопасно. Безопасно, когда злой партнёр ребёнок, безопасно, когда ты, как бы, наш партнёр. Вы, опять же, с этим, скорее всего, не согласитесь. Вот, но видится мне именно так. Ну, и что касается делить с ним жизнь, ну, опять же, это нужно выяснять, что вы вкладываете в это понятие. Ну, вот, в эту фразу какое значение вкладываете? Я и сейчас так думаю, поэтому скажу с ним от бессилия что-либо изменить. Ну, опять же, если бы вы любили человека, да, вы бы просто, эээ, позволили бы ему уйти, да, по-моему, ну, как бы, это твой выбор, быть счастлив и всё. Никакого бы, эээ, схождения, эээ, с ума бы, эээ, ну, не было бы. Понимаете, вот никакого бы схождения, эээ, с ума не было бы. Вот, вот. А, в принципе, в принципе. А, так, ну, так получается, эээ, получается, эээ, что вы исходите с ума, опять же, из-за того, что, ну, что вы не можете получить. Вы исходите с ума из-за того, что, эээ, чего вас, эээ, лишили. Ну, вот. Дальше, эээ, так. Это мои четвёртые отношения. Пишите вы. Так, это мои четвёртые отношения. Я четвёртый раз прохожу через разрыв, ну, значит, вы что-то делаете не так в отношениях, раз снова и снова, снова и снова у вас ничего не получается. Правильно, это запрет на близость, эээ, запрет на создание семьи и так далее. Ну, всё это вроде в детском возрасте человек получает. Значит, нужно анализировать все наши отношения с мужчиной, в том числе с эээ, родственниками. Ага, значит, но первый раз в жизни я по-настоящему люблю и сильно страдаю. Вот, опять же, да, не любовь это. Любовь это не страдание. Вы поймите, любовь, если она настоящая, это не страдание. Любовь это наслаждение, это счастье. Вы страдаете, значит, это не только любовь. Они говорят, что любви нет совсем. Но это не только любовь. Я активная, сильная девочка, быстро переживаю с изгорода. То есть, грубо говоря, подавляете и обесцениваете, что вы умеете, видимо, хорошо. В этой ситуации не вижу никакой положительной данности, у нас только хуже. Ну, потому что, опять же, сами вы над собой качественно не работаете. Это состояние, как будто умер близкие родственники. А это что за состояние? Это состояние, когда вы что-то потеряли. Так что вы потеряли? Давайте разберёмся, что конкретно вы потеряли. Мне так хочется надеяться, что он сравнит и поймёт, что у нас когда-то была настоящая близость. Не было у вас настоящей близости. Потому что мужчина тоже кто-то искал, и вы искали. Это не была у нас настоящая близость. Это была потребность. Была взаимая потребность. По факту, это были отношения парашёров. Вот. Ему захочется это вернуть. Ну, вы знаете, опять же, это то, что вы хотите для себя. То есть, это не любовь. Это проблемность, чтобы он вернулся. К любви это отношения не имеет. Боюсь, что проблемы в наших отношениях и новые влюблённые застелили ему глаза. Вот опять обесценивание. Вы не принимаете, что человек сделал свой выбор сознательно. Вы говорите, типа, ну вот он попал под эмоции. Типа, он не знает, что делать и так далее. Опять обесценивание. Опять восприятие молодого человека, как ребёнка, но не как взрослого. Это означает что равноправные, здоровые отношения, гармоничные. Вы не строите с ним. Больше вы боитесь, что мы больше никогда не будем вместе. А почему явно это у вас вызывает такой страх? И как этот страх, самое главное, сопоставим с любовью. Если вы говорите, что это любовь. Может быть не увидитесь. Да, может быть больше не увидите. Но это означает только лишь то, что вам нужно жить дальше. И мы тоже... Я завидую прежде себе, которая никогда сильно не влюблялась. Вот да. Вы завидуете, что вы влюблялись, потому что вы не испытывали боли тогда. Но если мы говорим глобальность, то боль это индикатор развития, индикатор личностного роста. А вы, получается, личностного роста избегаете. Как избегаете вы ответственность за свои потребности. Была в меру эмоционально холодная, не была ни от кого зависима? Ну, по сути, вы боялись близости, судя по всему. Потому что эмоциональная холодность, это не проявление независимости. Пожалуйста, расскажите... Так. Как так могли пройти его чисто? У нас здесь, скорее всего, не было. Ну, в том, что... В том контексте, в каком вы это понимаете. Подскажите, как вы выйдете из этого жидкого состояния. Ну, и, соответственно, работать с теми аспектами, которые я сказал. Работа, увлечение, разбор полетов. Что это значит разбор полетов? Новые цели в жизни и прочее. Ну, что такое разбор полетов? По какому критерию вы новые цели в жизни пробуете? Это все вопросы, как бы, к вам. Что вы понимаете под прочим. Вот. Ну, и качественную работу вы не делали. Это очевидно. Вот. Вы вернула себя на изменку. Опять же, что-то жертвенное, явно. Ну, жертвенное, это не то, что может вам помочь. Опять же, здесь я рекомендую вам треугольник Карпмана изучить. Предлагаю, что он что-то полезное извлечет. Вот. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительно пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.